всем привет сегодняшнем видео попробуем сделать первую часть вот такой вот такого объекта ну то есть это утюг попробуем его сделать коробку то есть болванку без сглаживание без ничего просто саму коробку как попробуем построить то есть у меня есть здесь два вот таких вот изображения и соответственно чтобы приблизительно представлять как это было они тут центрированные но центрированные они в нуле то есть . 0 вот она и соответственно задняя часть тоже центрированы подобным вот то есть становимся на слой с кривыми ну долго здесь рассуждать как бы не приходится самый лучший вариант это просто начать делать берем интерполяционную кривую я пользуюсь я на ней ставлю степень первую то есть дегриван ставлю привязку ноль и соответственно нахожу то место где поставлю еще одну точку то есть почему так и зачем делать следующее действие можно взять обычную линию привязаться вот в этом месте и привязаться в этом месте зажать там то есть теперь мы верим согласно нашего нашей направляющей и соответственно вот это ограничительную линию сделать вот таким образом подвинуть ее гамбл сейчас переключен режим line to object то есть локальную систему переходим к этой кривой вводим команду change degree ставим вторую степень и отображаем контрольные точки и отображаем контрольные точки я в данный момент выключу все мессенджеры чтобы они не мешали соответственно идем выбираем инструмент кем график кривизны и только нельзя саму кривую конечно зря сделала мне нужно выделить точку из теста на 4 то есть вот я не видя и сразу вижу как изменяется мне график кривизны то есть соответственно доложу ее до этого момента дальше снова же change degree выбирая эту же кривую ставлю степень уже четвертую то есть меня появились дополнительно две точки но чтобы добавить еще степень можно сразу поставить 6 добавится еще две точки у меня форма кривой не меняется соответственно вот эту точку я уже могу спокойно опускать то есть первым делом change degree когда делается до второй степени одной точке можно придать форму то есть я форму кривой придал дальше ее подравниваю и соответственно делаю так мне необходимо вот в этом месте конечно лучше было бы сделать удалить вот эту кривую взять еще раз поставить его 0 и соответственно мысленно провести вот где-то вот в эту часть вот так ты чтобы она выходила и далее снова очень игре стали вторую степень то есть выделяю добавляя беру точку и соответственно еще раз вытягиваем то есть вытягиваем этого момента пока мне будет комфортно скажем так далее берем чей бедри снова будет 6 степень сразу и соответственно вот это опускаем я не буду строго придерживаться вот именно вот этот момент то есть я буду согласно кривой ки и соответственно можно вот эту часть опустить вот таким вот образом одну сюда вторую сюда то есть придать форму вот здесь этот изгиб инфлякшен то есть перегиб он здесь необходим то есть вот она форма я понимаю что здесь впереди пошел внутрь то есть плюс а на минус ну соответственно оставляю так из 1 1 у меня есть я могу эту сразу кривую выделить обе трансформу вот джекту секвей с то есть чтобы это все на конструкционную плоскость легло далее сплит вот этим то есть в этом маленький кусочек мне здесь не нужен следующая у меня я ее сделаю на всякий случай с привязкой по порту и соответственно вот таким вот образом то есть теперь выделяю все и обрезание нужные концы далее у меня получается на виде топ вот в этом месте беру кривую из центра с привязкой по центру и соответственно делаю вот так далее можно брать обычную линию крестную привязка в ноль и теперь порта отключаю и далее смотрю по своей черной направляющей по вот этой то есть мне необходимо довести кривую вот этого момента но только еще раз ставлю ноль соответственно этот момент будет за нашей линии ограничения приблизительно вот здесь вот таким вот образом далее ставлю через дегре и снова и указываю двоечку степень 2 отображая контрольные точки берут эту точку и эту точку теперь вызываю панель трансформации set point соответственно по x у то есть x выравниваю две точки далее беру вот эту точку вот это и по игре то есть вниз в ноль вот таким вот образом соответственно дальше тень в игре и указываю теперь уже пускай будет четвертая степень в принципе можно еще раз делать чили в игре и поставить пятую то есть мне в этом случае необходимо что мне надо вот эту точку вот эту и вот эту поставить на одну линию то есть жму окей вниз вот так вот эти точки ставлю а вот эти точки по иксу выравниваю то есть в эту сторону то есть вот таким образом соответственно что мы делаем с этими точками переключаем гамбл и подтягиваем и очень близко друг другу так чтобы они здесь вот образовывали вот такой момент как бы вот так получается у нас и соответственно я теперь здесь вот этот момент здесь конечно немножечко как бы получается не сильно хорошо то есть я вот этот эти точки выделяю двигаю потом выделяю вот вот эти две естественно подвигаю на место ну как бы можно двигать так можно просто вот эту отодвигать одно у нас получится линия неровная поэтому откачусь назад вот до этого момента и теперь у меня есть возможность вот эту точку двигать вот сюда соответственно чем ближе я ее здесь подвигаю ближе я форме кривой и теперь немножечко я форму изменю то есть я вот чуть-чуть отойду от чертежа ну вернее от изображения потому что можно конечно добавить еще сюда то есть сделать чем-то игре и соответственно подняться до шестой степени у меня все точки остаются на месте но у меня добавляется вот . в этом случае я могу ее двигать же здесь она ни на что не влияет и соответственно теперь если анализ включить кривизны я вижу какая у меня опера то есть вот у меня получается вот такой момент соответственно вот эту точку можно двигать здесь до того момента пока она не придаст форму и соответственно вот эти точки тоже мы поправляем немножечко вот соответственно получается вот такой момент почему вот здесь две точки потому что первая контролирует касательность вторая кривизну то есть теперь делаю мира зеркало и получаю вот такой вот вариант и соответственно теперь вот эти выделив кривые отрезаем нужные части все особенно не придерживался ну как бы старался он не придерживался потому что это изображение все таки она может быть осмещено где-то там вот у меня в данный момент есть вот такие вот мои кривые теперь у меня получается необходимо взять эллипс по диаметру соответственно установить точку здесь точку здесь и отключил привязку но поскольку я уже началась привязка делать она не получится ее в процессе отключить и соответственно сделать вот такой вот вход теперь вот эту эллипс выделяю и режу его на две части то есть вот это мне не нужно вот это основа даже основа пусть это снова нашей болванки вот эти вот кривые я могу скрыть временно и и соответственно берем инструменты рино и инструмент набор кривых поверхность по набору кривых 34 то есть все здесь по позиции жимаем ok разворачиваем чтобы было видно что у нас получилось нас получается вот такая вот штука теперь получается у нас берем инструмент поверхность по прямым кривым планом и соответственно по кривой в плоскости и соответственно делаем джоин то есть я выделяю control f2 в принципе могу выделять не control f2 я могу взять поверхность перенести на слой поверхности вот сюда перейти на него остальное все включить то есть у меня вот получилось джонни на две поверхности спец навожу команду к и у меня это все становится твердым телом если это проверить соответственно объект отличный и по объему нигде никаких вариантов неприятных соответственно переходим на вид справа включаем наш рисунок и переходим на вид госту соответственно что здесь предлагаю сделать берем инструмент окружность по трем кривым вот по трем точкам естественно ставим сюда ставим сюда и ставим вот это место далее беру вот эту часть делаю сплит ойм отрезаю за и смотрю когда у меня вот эта линия выходит за окружность то есть где-то вот ну скорее всего где-то здесь вот в этом месте то есть вот она дальше как бы продолжение идет то есть вот у меня одна моя кривая и соответственно такую же делаю вот в этом месте то есть раз два и где-то приблизительно ну как бы я не буду точно делать можно было конечно точно сделать меня лучше сделаю по окружности точнее этот мой вариант переход то есть point опять же отрезаем там где она вот выходит то есть раньше чем она выходит соответственно где-то вот в этом месте срезаем все и уравнять не буду и оставлю такой далее беру инструмент из на панель вытаскиваем беру инструмент перу blend уделяю здесь выделяю здесь соответственно нижней части продлеваю до того момента пока мне нужно и верхней части продлеваю то же самое у меня теперь вот этот blend по кривизне нажимаем ok то есть вот она у нас соответствующая кривая то есть их 3 далее беру опять же окружность по трем точкам но прежде чем брать окружность по трем точкам можно отобразить наши кривые соответственно выбрал среднюю то есть она даже наверное у нас скрыто на вот эту кривую вот эту и на виде справа беру делаю offset через точку я двигаю сюда вот сюда вот это место вот она соответственно кривые отключаю они мне не нужны и переключаю гамбл line to object ну развернул так кривую сделаю пока такой большой то есть как бы неважно соответственно беру окружность по трем точкам ставлю в этом месте в этом месте не то в этом месте у меня получилась окружность делаю сплит point соответственно немножечко за где-то в этом месте и списка удаляем вот следующий вариант у меня получается мне нужно верхнюю часть сделать то есть мы ставим точки делаем сплит тоже по поинту ну например здесь и здесь то есть она нам нужна короткая но там какой-то радиусе таки имеется теперь беру вот эту делаю сплит сплит я сделаю вот в месте пересечения то есть не надо привязку intersection point и соответственно вот в этом месте или просто отрежу вот таким образом далее беру блэнд одну вторую окей соответственно у меня вот получается такой момент далее опять беру blend и далее такая же самая нас ситуация как и была пусть такие все на этом мои кривые закончены то есть как бы принципе мне кривые вот эти вот необходимы для разреза чему для разреза то есть я вот этими кривыми вот этими я могу собрать а пока в группу временно выделяю вот эту болванку то есть как бы получается я выделяю поле поверхность делаю сплит а вот этой кривой и соответственно удаляю получается вот такая вот какой-то объект теперь дальше почему делался такой объект и снова переключить гост и вот это раз группирую теперь у нас получается такая вот замечательная штука нам необходимо вот эти моменты лишние срезать то есть опять же мы берем кривую line центральную и на виде справа берем делаем trim это это и вот это хвостики вот эти вот отрезаем они нужны для чего у нас теперь есть возможность брать просто кривую интерполяционную вставить третью степень и соответственно . только не по in a point привязка point 1 привязка point 2 и привязка point 3 то есть у меня получается вот такой вот момент дальше здесь такое вот расстояние у меня в принципе вот здесь нужна линия которая идет из центра то есть midpoint line вот в этом место я ставлю на виде топ с привязкой power то делаю такую линию для чего теперь достаем наш инструмент резкий ребер то есть мне нужно порезать ребро но она в принципе уже туда получается полезно значит мне резать его не надо но на всякий случай у кривую потом можно в темп просто сбросить неважно это соответственно опять же беру интерполяционную кривую ставлю дыгре 3 привязываясь н пусть теперь мне необходимо найти вот этот м вот и еще раз то есть вот у меня получилось следующее кривая мы и дальше поскольку вот эта кривая и вот это делаясь таким расчетом что у нее н здесь н здесь соответственно тоже самое берем если ребро порезанного то есть надо взять инструмент резкий ребер смотреть отрезанные ребро отрезано то соответственно берем нашу кривую кривую вот эту и ищем энд раз пусть теперь мне н нужен на моей кривой 2 3 то есть вот моя следующая кривая и соответственно теперь в данном случае у меня получается есть возможность сделать инструментом по набору кривой поверхность то есть я выбираю 1 2 3 3 ребра 4 5 смотрю свою поверхность пока ее ставлю по позиции все по позиции то есть у меня вот позиция стыкуется обратной стороне эти ребра а и цени по позиции но они как бы ни на что не влияют то есть вот это соответственно 2 вас идет раз-два-три берем я могу кривую взять могу взять ребро тут как бы неважно и вот здесь необходимо поставить было тангенс но тангенс я могу поставить в том случае если я возьму раз-два-три-четыре и вот surface edge только в этом случае c сработает на касательность то есть показать идет теперь нажимаю ok выделяю все кривые переношу их на слой кривых и скрываем то есть теперь я спокойно могу вот эту часть объединить попробую посмотреть что она у меня получится то есть вот она выглядит таким образом далее открываю снова свой кривых переменя получается вот это место вот это место она как бы получается цельная но вот вот здесь то есть если открыть вот здесь у меня есть возможность сделать можно сделать разрез принципе большому счету можно сделать немножко иначе то есть вот эти места можно перестроить попробовать я вот это сейчас пока временно скрою возьму еще раз инструмент керу blend возьму вот эту и вот эту и посмотрю что у меня получится у меня получается тот же самый вариант но только я вот здесь могу немножечко подровнять вот таким вот образом окей и соответственно у меня теперь получается одна кривая то есть я ее перенесу на слой кривых вот таким образом и далее мне получается такой вот момент интересный но он как бы не то что прям сильно интересный но в принципе довольно таки мы берем вот эту кривую которую я строили делаем offset ставим точку ввязываемся вот сюда теперь мне необходимо сделать точку intersection то есть пересечения вот этого места а вот эту кривую пока убрать в темп она пока не нужна и соответственно для чего ну как бы для чего это делалось для того чтобы взять кривую интерполяционную взять точку здесь выделить привязку по поинту взять точку здесь и и соответственно только можно выключить изображение но не нужно взять точку вот здесь то есть получается вот такая вот будет поверхность то есть теперь я снова беру инструменты тверк раз только вот эту теперь вот эту часть всю эту кривую теперь нужно сделать и сплит point прежде чем делать лучше конечно вот эти кривые сбрасывать копиями в темп ну потому что может еще пригодится что потом переделывать и далее режу ее вот в этом месте то есть делаю сплит возьму ее сразу перенесу в кирп и соответственно беру инструмент серфис формы тверк актер ребро кривая ребро кривая ребро и соответственно д и б у меня позиция а у меня на касательная и c позиция окей то есть переворачиваем смотрим то есть теперь вот эту точку можно сбросить в темп и соответственно это сделать джоин то есть вот таким вот образом и далее у нас получается если отобразить наши кривые у нас осталось вот эта кривая то есть в этом случае я предлагаю взять одну рельсу и сделать вот такой ход сделать заход внутрь вот таким образом но у нас этого захода мало поэтому берем extend если мы будем вот продлевать у нас она пойдет не ровно то есть теперь возвращаемся назад вот это дэвид удаляем открываем наши кривые еще раз то есть получается у меня вот можно поступить следующим образом то есть я могу вот эту кривую и вот эту кривую скопировать в темп временно теперь сделать джоин образить вот эти точки поскольку у меня здесь идет касательно это это первая точка контролирует и секунду даже кривизна если идет здесь вторая точка то вот эта точка мне вообще никакой роли не играть я просто удаляем и даже в этом случае как бы если взять выделить эти точки можно их удалить и не на что не повлияют и теперь соответственно в этом случае беру по одной рельсу одну рельсу вот эту и вот это и вот у нас неприятный вот такой момент вот он то есть как бы здесь в этом случае если удаляются вот такие точки то опять же лучше всего откатиться назад то есть control z до того момента пока не останется вот вот эта часть можно поступить следующим образом вот это я смещу темп а вот эту кривую инструментом extend байки продюс соответственно до продлить то есть теперь меня вот такая вот получается кривая и соответственно если по ней делать теперь меня ситуация намного лучше то есть нажимаю ok у меня вот эта часть ушла внутрь вот эта часть у меня ушла внутрь но здесь получилась такая штука что она состоит из двух частей мне это не надо мне нужно только одна мне в данном случае опять же вот эту точку можно попробовать снова удалить меня здесь не образовывалась ну стыд не образовывался то есть беру вот эту кривую и смотрю все на нормально теперь у меня одна она включая кривые в данном случае вот эту поверхность нужно сделать extend то есть выбираем инструмент extend но почему-то он у нас уходит в обратную сторону то есть я его вот таким образом продлём для чего для того чтобы их срезать то есть у меня есть вот эта поверхность соответственно вызываю наши кривые и беру line и срезаю вот эти части они не нужны не нужны не отключаю кривые семья она зашла внутрь соответственно данный момент я вот это вот часть вот эту скопирую сделаю слой темп серфейс скопирую ее копия и скрою теперь мне надо экстракт сделать сервис вот этой и сделать сплит вот этой частью то есть внутренние я удаляю далее делаю экстракт вот этой части экстракт вот этой части то есть вот это удаляю далее делаю антрим и соответственно получаю вот такой момент то есть у меня есть возможность это все срезать то есть теперь вы не выделяю вот эту вот поверхность выделяем вот эти все моменты и естественно срезаем эту часть то есть дальше мы делаем join и соответственно у нас вот эта часть уходит вниз то есть в данном случае получается мы можем посмотреть как выглядит эта часть если можно в принципе написать борг посмотреть найти какой-нибудь вот этот утюг и если делать точно то она у нас вот такого плана то есть получается ее нужно утапливать внутрь делать вот такой вот вырез и она туда уходит тоже то есть как бы по идее скорее всего если брать вот эту окружность вот так только на виде справа ее сделать ротейт собственно вот таким вот образом по идее она должна быть наверное вот такая то есть если ее теперь сделать и сплит естественно верхушка ушла вот у нас вот эта часть но здесь она здесь ее надо смотреть когда срежется нижняя часть то есть я пока этого делать не буду делаю экстракт вот эту часть пока я держу как бы в уме скажем так потому что здесь будет срез ее надо поднимать выше вот эту часть надо будет поднять в данном случае я получается вот если проанализировать эту поверхность например зеброй то есть включаем зебру смотрим вот здесь есть такой неприятный момент то есть вот этот момент он взялся от построения через инструмент network surface ну как бы в целом все равно резко еще будет дальше производиться поэтому я в данном случае вот этот момент конечно он не сильно хороший его можно извлечь сделать экстракт попробовать по крайней мере и вот эту поверхность если отобразить где у нас тут так она не отобразится но в принципе можно сделать вот так единственное вот включен здесь только отключу я все таки ее то есть вот они границы и соответственно если взять инструмент матч surface я могу попробовать ее все-таки по тангенсу сделать но от этого ничего не изменится то есть она как была так и останется я не буду особенно в этом случае заморачиваться то есть я откачусь назад и соответственно вот этот момент я не обращаю внимание он мне как бы не нужен не критичен вот если смотреть на эту форму положим через surface environment map то вот она как выглядит соответственно здесь получается такой момент почему он на дело что ну что по кривизне все построено но почему то вот здесь в этом месте кривизна нормально сработало то есть если переключаться посмотреть как это вообще выглядит соответственно вот мы получаем такой результат как бы самое противное место это вот это то есть вот здесь вот эта часть она такая довольно противная реально потому что здесь вот идет стык по позиции но я пока оставляет так как есть получается если сделать join пускай даже так у нас вот есть наша форма то есть вот мы в нее скажем так вписались и соответственно проверяем на этой части то есть вот у нас такой момент я специально отодвинул вот этот срез чему отодвинул потому что теперь у меня есть возможность это уже как бы для следующей части сделать вот эти вот моменты то есть срезы которые будут и дальше там у нас будут радиусы как раз вполне адекватные поэтому вот эти две части сделаны специально сдвинуты немножко дальше чтоб потом сделать разрезы в данном случае у меня получается вот такая вот болванка то есть эта болванка приготовлена к дальнейшему моделированию я пока вот это отключаю и соответственно эту часть видео уже останавливаю дальше в следующей части нам необходимо сделать срезы разрезать вот эти части то есть мы идем от общего к частному то есть общая была большая болванка вот это которая без разрезов теперь мы с помощью вот этих всех моментов немножечко ее приводим ближе к нужной форме но остается непонятным вот этот момент то есть нам придется вот эту часть срезать поднять ее выше и закруглить в каком-то месте ну и дальше будем двигаться скругляя вот эту большую большие вот эти части естественно разрезали ее на части сам ну сам объект то есть нам надо будет ее резать на части вот ну я сцену наверное скорее всего приложу только с самими фотографиями пустую вообще без ничего без кривых без ничего ну для тренировки кому-то захочется это сделать там уже готовые фотографии будут лицо собственно на этом соответственно на этом все